Помимо того, что я сейчас реализую свою научную цель в Московском институте психоанализа, все прекрасно знают, что я постоянно совершенствуюсь. Я постоянно беру какие-нибудь курсы от американских и британских университетов. Иногда я это делаю прямо напрямую от универа, а иногда, когда мне не хочется, когда мне леносно заморачиваться разными документациями, я делаю это через Курсеру. И наверняка многие из вас знают, что на Курсере есть такой потрясающий курс Learning how to learn powerful mental tools to help you master tough subjects. Это такой курс, который дает вам некую ментальную картинку, некий новый ментальный инструмент для решения очень сложных задач. И этот курс уже прошло почти 2 миллиона людей, он абсолютно совершенно полезен, ну вообще, там можно оду ему долго петь, и вы видите здесь содержание этого курса, они дают очень такие хорошие рекомендации, но эти рекомендации основаны на очень интересной науке. У нас здесь главный преподаватель это Барбара Оуклей, и она на самом деле классная ученая, потому что она, в общем-то, обожает русский язык, она на нем разговаривает, она очень заинтересована Россией, и вообще она замечательная просто, в общем, да, и человек, и ученый. Рекомендую всем на нее подписываться везде, на Фейсбуке, по-моему, она у меня есть. Вот, ну, самое интересное, о чем мы сегодня с вами будем разговаривать, это то, что за вот этим вот простым, да, тезисом Diffused Mode and Focused Mode, вы помните, если вы брали этот курс, то там рассказывается в основном о том, что есть некий режим работы мозга напряженный, сфокусированный, и мы знаем Pomodoro Technique, да, то есть это штучка, которая засекает вам время, и говорит, что вот это время вы работаете очень напряженно, а на другое время вы расслабляетесь и делаете, ну, что-то другое отвлекает, да, делаете себе какую-то такую поблажку. Так вот, да, это работает, но за этим кроется большая наука, о которой я вам сейчас расскажу. Дефолт система мозга, навеяна наукой. В 1997 году Гордон Шульман, ученый, впервые обнаружил очень интересное явление. Он проводил ФМРТ-исследование, это такое исследование, когда человек погружается, собственно, в томограф, и на экране того, кто проводит исследование, видны все точки, которые активно действуют в данный момент в мозге. И было обнаружено очень интересное явление. Человек, который находился в состоянии полного покоя, ему не давали решать никакие задачи, то есть он был просто расслаблен и спокоен, ни о чем не думал, вот просто лежал и расслаблялся. Было обнаружено, что в этот момент его мозг работает очень активно. То есть нет никаких паттернов покоя, да, а там вот именно как будто бы он решал, были какие-то очень сложные математические и другие интеллектуальные задачи, мозг его вспыхивал разными красками в разных местах, как будто бы он активно, очень активно работал. И знаете, что страшно обидно? Его исследования полностью забраковали. Сказали, что это была ошибка исследования, сбой программы, все что угодно, но такого быть не может. И это исследование ушло в топку. Однако не сильно долго после, что называется, в 2001 году американский невролог Маркус Рейчел провел примерно такое же исследование, но только он его поразмыслил получше и опубликовал его, где этому явлению было присвоено название дефолт-система мозга. Суть этой системы, если попытаться очень коротко, заключается примерно в том, что если вы не заняты осознанным решением поступившей задачи, которую нужно решить здесь и сейчас, а мы помним, кстати говоря, да, что поле нашего активного внимания это три задачи максимум, да, то есть вот эта вся байка про многозадачность или требования многозадачности, это чуть ли не человеческие требования, которые не должны иметь места быть в принципе, да, то есть наше активное поле деятельности может решать три задачи не более одновременно. Так, собственно, когда вы не занимаетесь вот этим активным осознанным решением или нахождением решений разных текущих задач, когда вам кажется, что вы расслабляетесь, ваш мозг начинает активную работу по качественному разрешению вопросов, с которыми он так или иначе сталкивался. Это могут быть не только задачи текущие, которые вот вы сейчас утром порешали, не смогли и пошли, вот там расслабились, а он там раз вам решает. Это могут быть очень разные социальные задачи, это могут быть задачи, связанные с вашей внутренней реальностью, это могут быть задачи, связанные со взаимоотношениями с людьми, с которыми вы так или иначе сталкиваетесь. Это просто могут быть экзистенциальные кризисы, которые тоже будут разрешены. И вы наверняка знаете, да, то есть вот если вы прошли тот самый курс на Курсере, там ведь говорится именно о чем, что вы поработали там, предположим, 40-25, там у кого как, у кого что получается, минут, потом вы делаете паузу, вам кажется, вы расслабляетесь, но именно в эти минуты вас посещает прозрение. Это те самые инсайты, это те самые ага-реакции, да, когда вы находите это решение. Ну и здесь можно вспомнить все наши истории с бензольным кольцом, да, которое было изобретено тогда, когда автор его совершенно был расслаблен, и не думал о нем после мучительных терзаний, да, размышлений, изобретения той самой химической формулы бензольного кольца. Это тот же самый Эйнштейн, да, с его такими очень леностными настроениями. И Ньютон, конечно же, с его интересностями по поводу яблока, когда он отдыхал, вот оно ему упало, и он понял законы гравитации. Это история про нашего Менделеева, хоть она красивая и немного обманчивая, что он раскрыл ее во сне, но тем не менее это очень романтично и очень интересно. А теперь давайте вернемся к той мысли, которую я уже неоднократно в разных своих видео излагала, да, мысль по поводу того, что мир, он такой, какой он есть. А вот то, как мы его воспринимаем, это все очень субъективные концепты. Это некие встроенные понятия, наши субъективные встроенные понятия, оценки того или иного объективного, да, там, существующего элемента в мире. Мир, он объективен, мы по отношению к нему субъективны. То, как я вижу, допустим, красный цвет, отличается от того, как вы видите этот красный цвет. Это все очень уникально. Так вот, у вас в голове всегда есть некий образ вашего соседа, вашего кота, вашей собачки, вашего начальника, вашей работы. Есть более сложные концепты, концепт счастья, концепт удовлетворенности, концепт каких-то идеальных отношений с вашим супругой, супругом, супругой, ребенком, кем угодно, бабушкой, дедушкой, дальним другом, близким другом, врагом вашим, если у вас такое есть, да. То есть это все ваши субъективные концепты. Так вот, когда случаются вот эти минуты паузы, когда вам не нужно активно здесь и сейчас решать какую-то задачу, вот прям шеф поставил задачу, решите к концу дня. А именно тогда, когда вы можете позволить себе вот эту минуту тишины, вот эту минуту паузы, именно тогда все вот эти концепты, все вот эти образы, ваш мозг приступает к работе по их реструктуризации, дополнению, наполнению, убавлению лишних качеств, по правильной расстановке их в ваших приоритетах и так далее. То есть мозг в минуты, когда вы свободны, работает над тем, чтобы наладить вашу более качественную жизнь. И теперь еще разочек подчеркиваю эту мысль. Вы понимаете, как прекрасно лень, да? То есть иногда реально нужно давать себе минуты тишины. Я говорю сейчас не о той тишине, что вы там чем-то занимаетесь и все, да? А там мозг сам себе такой, шкатулочка волшебная, работает и работает, да? Иногда просто нужно убрать внешние дрожители. Иногда нужно убрать этот вечный льющийся поток новостей. Это соцсети, это телевидение и так далее, и так далее. И просто дать себе тихонечко отдохнуть. И в эти моменты ваш мозг наладит все, что ему там необходимо налаживать. И у вас будут те самые прозрения, которые качественно улучшат вашу жизнь. Ну, вот такой вот, если коротко, да? Маленький этюд о нашем сером веществе, как его называют, о моем любимом мозге. Надеюсь, вам это было интересно. Если да, ставьте лайки, делитесь этим видео. Ждем новых околонаучных интересностей. Мы всегда вместе рядышком. Всем хорошего времечка. Бай-бай.